Дух Божий 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 И точка поставленная совершилась, закончилась. А теперь вы идите и научите то, что я учил вас. Идите и проповедуйте. Знайте, что я с вами. Я приду, пошлю своего утешителя, Духа, и он будет дальше вас водить. И вы будете видеть славу Божью. Теперь я вселюсь в ваше сердце. Теперь Дух Божий будет направлять. И каждое собрание будет где? И будет призываться имя Божье. Я буду среди вас. Я вас не оставлю с сыротами, как мать не оставляет. Потом, может быть, если мать оставить, я никогда не оставлю тебя. Все проблема в том, братья и сестры, что мы теряем отношение с Богом. Что мы до конца не можем умереть для себя, а жить для Бога. Мы не можем до конца осознать, а как это будет. Я помню, когда мы служили еще в центре реабилитации. И все, мне братья говорили, ты должен, ты должен, ты должен вот так как-то умереть для Бога постоянно. Я думал, что это значит? Как это вообще? Вот, ну, моя жизнь должно сработать, что я должен умереть для себя, жить для Бога. И когда пришло время, где Бог мне открыл, умереть для Бога, это не просто, вы знаете, что-то там, вот так уйти с этого мира, уйти в эти разные камни, там жить, чтобы тебя никакой грех и никто не тронул, а лишь только молиться и сказать, я умер для этого мира, а живу для Бога. Совсем не так. Жить для Бога, это нужно иметь его всегда в сердце. И апостол Павел хорошо открывает это, и он говорит, что я умираю для себя каждый день, а воскресаю для Бога каждый день. Для себя умираю с утра, а для Бога воскресаю. И делаю это я каждый день, потому что если я это не буду делать, придет ко мне суета, придет ко мне переживания, придут ко мне боли, начнется так же грех стучаться, начнутся разные мои проблемы греховые или же запинающие грехи, или в чем я всегда был проблемный, с чего меня Бог освободил, оно придет. Потому что начнет оживать внутренность, начнет плоть оживать, и мы начинаем, мы будем жить по плоти, кто мы есть на самом деле. Хочешь ты или нет. Мы можем красиво себя вести, мы можем красиво говорить, красиво выглядеть, но если мы не будем иметь Христа в нашем сердце, любить Иисуса, двигаться в Иисусе, направляться в Нем, слышать Его голос, слышать то, что Он хочет от нашей жизни, и я верю, что если мы это будем делать и искать Его, мы увидим чудеса Божьи в нашей жизни. И хотел бы зачитать и оставить нам место Писания. Первый же день недели очень рано, неся приготовление ароматы, пришли они к гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но когда камень отвален, и нашли камень отвален от гроба, и войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они осен, вдруг предстал пред Ним два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонились своим лицом, и сказал им, что вы ищете живого между мертвыми, Его нет здесь, Он воскрес. Вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее. Библия показывает нам, что Иисус Христос воскрес. И как сегодня брат Вова читал, если Христос умер за нас, так и мы должны умереть для себя и жить для Него. Так и мы должны за Ним следовать. Так и мы должны последовать за Ним. Почему? А потому что придет время, нам нужно будет воскреснуть, так как Он воскрес. Он за нас, мы за Него. А воскресенье вместе. Вы знаете, одно меня двигает. По жизни трудиться и служить Богу. Это день моей смерти. Я думаю и понимаю, что я умру. И увижу своего спасителя. Не потому что я боюсь, что мне нужно будет дать отчет какой-то, что я так не так прожил, и я хочу трудиться, чтобы там ответить и сказать, вот я что-то сделал для тебя. Нет. А лишь потому что придет время, а мне хочется все ближе и ближе быть к своему спасителю. Я об этом много говорил. Когда еще я блуждал в этом мире и приходил на задние скамейки, никого не критикую, все нормально. У вас просто нету места, оно впереди. Приходил и сидел и думал, Господи, мне бы вот так ногой бы, носом бы, в царство при пороге, вот так, чтобы меня никто не выгнал. Без разницы, лишь бы ни в ад не попасть. Но на сегодняшний день, друзья, все поменялось в моей жизни. Я хочу подражать то, что апостол Павел сказал, и я считаю, мы имеем право. Я хочу к высшей почести, высшего звания войти в царство Божье и увидеть Иисуса к лицам, к лицу. Назваться Его невестой. Быть в этом большом прекрасном пире, который будет там на небесах. Все это будет дальше продолжаться. Точка на земле завершена, Он воскрес. А все, что будет дальше, мы читаем откровение, еще будет сбываться. И я хочу поощрить тебя, друг дорогой. Ох, как много нам еще повидать с Иисусом. Как много чего нам нужно увидать. Как много еще Бог будет творить, планеты новые. А мы будем восклицать, как на то время восклицали ангелы. Велик Господь Совершенный. Когда Он говорил Иову, когда Я творил, полагал основание земли, все сыны восклицали великим громким голосом. Велик Господь, Силен Господь. Братья и сестры, я верю, что придет это время. И я так бы хотел, чтобы мы по улице этого небесного рая вместе гуляли. Вместе были с Ним. Мы находились там с Господом. Увидели всех наших родных. И совершили все наши поколения, которым Бог дал покаяние. И мы вошли туда. Кто будет музыкальным, кто будет храмом в столбу, там в храме столбом. Где бы это ни было, но ты будешь видеть славу Божью. Ты будешь находиться в Божьем присутствии. Вы знаете, многие так размышляют. Я помню одного из братьев в центре реабилитации. Это было давно, еще в Портлоне. И я ему рассказываю за небо, как там будет хорошо. Он говорит, я не хочу быть небесным роботом. Потому что там все запрограммировано. Все кричат слава, слава, слава. Братья и сестры, это совершенно не так. Это будет все насколько осознанно. И каждый раз ты будешь склоняться и поднимать, видеть нового Бога. И его могущество, и его силу, и его славу. Вы знаете, когда ты вот там с женой или с детьми проводишь очень классное время. Самое лучшее время. И в тебя внутри все разрывается так классно. Так хорошо быть с ними вместе или с друзьями. Или какой-то векейщин. Ты смотришь, вот самый твой хайлайт жизни. Это лишь только частица. Что будет на небе. Там будет радость совершенная. Там цвета будут, мы будем слышать и вдыхать эту музыку и эти цвета. Это небесное, это сильное. И я всех вас приглашаю в небесный град. В город золотой. Вы знаете, я хочу оставить также одно свидетельство, где Бог показывал откровение мне. Где показал мне города этого мира. Показал мне, насколько они были с того взгляда, где я видел опущенные, грязные, нечистые. И в этом всем, когда я смотрел на эти города, я говорил, со мной было два ангела, которые объясняли мне и показывали. И когда он говорит, я говорю, они не так выглядят в этом мире. Для моих глаз, для физического мира. Здесь, на земле, они прекрасные, они красивые. Но с того духовного взгляда, они не хорошие. Они не красивые. Они запущенные. И ангел говорит мне, ты знаешь, как много христиан оставили святость, волю Божью, а пошли в эти города, чтобы показаться, чтобы было все красиво, чтобы завоевать какие-то авторитеты, чтобы потеряться и слиться в этом престижном, вроде бы красивом городе. Но посмотри, что теряет народ мой. И когда я взглянул, я увидел свет сияющий. Я говорю, что это? Он говорит, это город золотой, который готовый, места готовые, все совершенно окончено, но народ мой не готовый. Я так бы хотел вернуться и взять голубицу свою, но народ мой не готовый. Иди и говори. Много о чем не говорил посвятить свою жизнь и как посвящать ее, чтобы попасть в этот город и быть там вечно. Я зову тебя, там есть место. Если ты играешься еще своими проблемами, ты нерешенный. Да, может быть, я тебя сейчас эмоциями накачаю, но я не хочу, чтобы это было эмоционально. Я хочу, чтобы это было искренне перед Богом один раз и навсегда решить. Пусть на меня горы падают, пусть на меня холмы падают, пусть на меня все воды всякие наливаются, но я знаю, искупитель мой жив, я знаю, Бог мой жив, и придет время, где я войду в этот город золотой. И вот почему я отметил, я жду того дня, я жду того дня перехода славного и великого, когда придет время Божьей точки моей жизни и вашей. И вот что нас должно двигать, вот там и будет то воскресенье, там будет то, что Он сказал здесь. Как я воскрес, так и вы воскреснете. Другими словами, куда я иду, вы последуете за мной. Следуй за Господом. Как бы тебе не было трудно, следуй за Ним. Ты увидишь славу Божью. Как вначале я говорил, чтобы нам уразуметь волю Божью, нам нужно умереть для себя, а воскреснуть для Бога. Как много в нас есть opportunities в жизни, и иногда мы их не берем, лишь потому что понимаем. Если мы их возьмем, мы потеряем здесь с Богом что-то. Если мы возьмем вот эту opportunity, мы потеряем. А часто, когда они открываются, мы говорим, вау, какая великая Божья воля, промысел Божий. И мы туда, а там искушение, а там проблема, а там и скорбь, а там и слезы, а там разочарование, а там и братья виноваты. Всегда так. Все сразу на других. И все виноваты. А я остался. Не пойду в церковь. Буду смотреть там онлайн. Мне нравится тот человек. А потом онлайн что-то начал перебиваться. Вообще забыл. А потом ушел. А потом жизнь ужасная. А потом и в церковь сломаны. Это по Божьей милости. А некоторые и не добирались. Братья и сестры, это ступень. Это цепь, который будет вести. Я приглашаю еще раз вас в град небесный, в Царство Божье. Давайте встань на наши ноги. Кто хочет...